Приветствую вас. Я думал, что ваша ситуация продиктована несколькими ключевыми факторами. Первый фактор заключается в том, что вы видите определенные намеки на интимную близость, на духовную близость, возможно, на подсознательное чувство защищенности у женщин. Вы видите намеки на любовь, ну, по отношению к женщине. И я полагаю, что все это вам хочется. Все это вам хочется. Что-то из этого, что-то из этого, вот из того, что вам хочется. Ну, в некоторой степени является достаточно проблематичным. Что-то из того, что вам хочется. Ну, например, если вы не встаетесь в любви, то это достаточно проблематично. Потому что потребница любви, ну, по большому счету, делает вас или делает вас, или может сделать вас. Зависимо от, ну, от мужчины. От мужчины или от мужчины. Вот. Но, в целом, ваше желание вполне естественное. Вот. С одной стороны. А с другой стороны, на мой взгляд, вы, как бы так сказать, чувствуете себя, вероятно, не такой, как все. Вы чувствуете себя отличающим. Это вас тоже беспокоит. Вы чувствуете, что вы выделяетесь. Вас это нервирует и, в какой-то степени, возможно, подвергает испытанию то, к чему вы стремитесь. Подвергает испытанию ваши цели, ваши идеалы, ваше стремление. Вот. К сожалению. К сожалению. То есть, вы сейчас сталкиваетесь с тем, что проверяете на прочность, что ради чего все это делаете. Вот. Вы сейчас, к большому сожалению, сталкиваетесь вот с этими вещами. И проблема, она заключается в этом. С одной стороны, у вас, на мой взгляд, есть вполне здоровые, естественные, адекватные потребности. Вот. По привычке в сексе, по привычке в духовной близости, в эмоциональной близости. Вот. По привычке в том, чтобы чувствовать себя защищенной, правда, не в контексте, ну, не в контексте мужчины какого-то, а в контексте себя. Вот. С другой стороны, вы не уверены в себе. С другой стороны, вы сравниваете себя с другими людьми, людьми. И в этом, это, на мой взгляд, тоже может быть довольно серьезной проблемой для вас и довольно серьезным испытанием. Серьезным испытанием того, что вы хотите, того, что вы делаете по жизни своей. Так что, вот, в принципе, это то, как можно ответить вам на вопрос. Возможно, возможно вы слишком, слишком, ну, слишком реально взялись за учёбу. Возможно вам нужно больше отдыхать, вот, больше времени проводить с друзьями, вот, все-таки, позволять себе общаться с мужчинами, вот, жить половой личной жизнью, вот, вы вполне можете это делать. И вполне имеете на это право, как морально, так и физически, вам уже 18 лет, вот, ну, ровно, но только, чтобы это не, ну, чтобы это вам не мешало, там, чтобы не отвлекало, не отвлекало, условно говоря, вас от ваших, занятия, от ваших действий, от того, условно говоря, чем вы занимаетесь. Вот, и я думаю, что в общем и целом это вполне себе справедливая история для вас, вот, достаточно гуманно. Вот, а так просто на данный момент ситуация такова, что вы лишаете себя удовольствия жизни и чувствуете, как это самое удовольствие жизни мимо вас проходит. Вот, и естественно, естественно, что вам тяжело, естественно, что вам неприятно, естественно, что вас раздражает. Вот, то есть, что такое раздражение, да, что такое раздражение? Раздражение, это, по большому счету, вот, эм, ну, такое вот ощущение, да, ощущение, что что-то выводит меня из равновесия. И вас, эм, из равновесия выводит, как раз вот это вот история, что люди, эээ, получают то, что хочется вам. Но, эээ, здесь важно определить, чего именно вам хочется. Что из этого, эээ, можно сделать, что из этого реально сделать, а что из этого сделать, ну, не сказать, чтобы, эээ, совсем реально, что из этого делать вообще, так говоря, опасно даже. Вот, потому что, эээ, уйди вы сейчас полностью в эту сферу, то, как не сложно догадаться, вам будет, ээээ, сложно, ээээ, заниматься, эээ, теми вещами, которые вы занимаетесь. Вот, думаю, эээ, с одной стороны, вы бравы, ну, вы здесь, эээ, не удержались, ээээ, ну, условно говоря, вы не удержались баланса. То есть, вы вышли, вы вышли из баланса. Из баланса вы, ээээ, пошли, ну, вот, в такие, эээ, краница. Вот, и, соответственно, эти краница теперь вам, эээ, причиняют боль, к сожалению. Вот, поэтому, важно поработать с вами, поработать, ээээ, с вашими потребностями, с вашими желаниями. И вот, может быть, может быть с тем, что, эээээ, вами движут, ээээээээээ в, ээээээ... в реализации всего того, чего вы хотите, чего вы хотите. Ну и, конечно же, очень важно, чтобы вы не испытывали противоречий, да, чтобы ваша модель поведения была целостной, цельной, цельной, вот, и чтобы вы не чувствовали себя, ну, скажем, скажем так, уродра, чтобы вы не чувствовали себя уродра, вот, чтобы вы не чувствовали себя всё-таки поспокойно, чтобы вы чувствовали себя по-комфорту, вот, чтобы вы чувствовали себя по-удобному. Я думаю, я думаю, я думаю, что примерно такой ответ можно вам дать, вот, с точки зрения, ну, с точки зрения психологии, психотерапии, вот, да, какие-то вещи вам, возможно, покажутся аморальными, какие-то вещи, какие-то вещи вам, возможно, покажутся неправильными, вот, это тоже, это тоже так. И, да, придётся делать выбор, придётся делать выбор определённый, а, ну, в направлении того, что вы хотите, потому что, в принципе, за, да, любые действия, по прошествии вы будете, эм, так или, так или иначе, всё равно, эм, ну, чувствовать на себя последствия, вот, вы будете чувствовать последствия своих действий, если вы будете отвечать на своих действий. И, на мой взгляд, лучше, конечно, если это будет максимально, естественно для вас, если это будет максимально, целостно для вас, вот, только в этом случае вы сможете быть гармонично. вот, то есть, э-э, поймите правильно, да, валидность, валидность, это круто, это круто. И молодец, что вы занимаетесь, молодец, что вы, э-э, что-то делаете, брат, вы, в этом, в этом смысле вы, большая молодец, Ну, и ограничивать себя как-то вот полностью вот в том, что вам хочется, да, ну, наверное, ничего, потому что в этом нет ничего хорошего, в этом нет никакой пользы. Для вас, да, вот, и, соответственно, ничего для себя из этого вы не влечете, кроме, кроме определенного, ну, определенного негатива, вот. Поэтому имейте, имейте, пожалуйста, это в виду, вот, имейте, пожалуйста, данный аспект в виду. Не забывайте об этом, когда принимаете решение, когда делаете выбор, какой-то, по-другому, того или иного. Вот я надеюсь, что все у вас будет хорошо, на этом хочу закончить, надеюсь, что помог вам, если понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Желаю вам всего самого доброго и удачи.